Яркий новый Full HD проектор VVSYN VINE 9. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, картинка вообще просто изумительная. Посмотрите, какая детализация. Первый слайд мне очень нравится. Друзья, вроде как крутой по характеристикам, во всяком случае, проектор от VVSYN модели VINE 9. Заявленной яркостью практически в 7800 люмен, то есть почти что в 8000 люмен. Таких ярких проекторов у меня практически на канале-то и не было. Сейчас вместе с вами его распакуем, посмотрим, как поставляется, что входит в комплектацию. Ну и, конечно же, протестируем его как только угодно. Посмотрим, как он себя ведет в фильмах, в играх и во всем остальном. Так что, если вы себе ищете хороший яркий проектор, досмотрев это видео, точно поймете, подходит ли он вам. Поехали. Поставляется вот такой вот фирменной розничной упаковки. В комплектации все по стандарту. Силовой шнур с евровилкой, метровый HDMI шнур, салфетка микрофибра и вот такая вот кистка, для ухаживания за линзой. Ну и короткая, логичная, простая инструкция на английском и китайском языке. Стоит заметить, что все надежно зафиксировано и упаковано с пени на материал. Белый удобный дистанционный пульт управления, имеет все необходимые кнопки. Работает от двух батареек размера 3А, которые, естественно, в комплект не входят. Проектор поддерживает вот это красно-синее аналоговое 3D, которое я, к сожалению, вам при всем желании продемонстрировать не смогу, потому что здесь нужно, так скажем, глядеть в оба фильмы, видео в таком формате, в принципе, найти можно и получить интересные очищаемые эффекты. Ну и вот, друзья, это новинка от VVSYN. Здорово, что есть немаркий белый корпус, который и через долгое время будет выглядеть все так же ново. Такой, знаете, матовый пластик, это круто. А вот эти вот полоски и в центре как будто бы силиконовые какие-то покрытия, ну это не что иное, как просто декор. Под логотипом VVSYN находится и капремик для дистанционного пульта управления, линза, просветленка, стекло. Регулировка и настройка резкости осуществляется при помощи вращения вот этого колесика. Можно, в принципе, достаточно четко поднастроить. Минимальное расстояние в резкости проектора от экрана составило 103 сантиметра. Картинка вышла 64 на 36 сантиметров, это 73 сантиметра по диагонали, то есть где-то 28 дюймов. На расстоянии в 2 метра от экрана картинка вышла 132 на 74, это 151 сантиметра по диагонали, то есть приблизительно 60 дюймов. И на моем стандартном расстоянии практически в 3 метра 20 сантиметров вышла картинка 228 на 128, это 257 сантиметров по диагонали, то есть где-то около 100 дюймов. То есть назвать его прямо вот близко фокусным сложно. Сверху на корпусе отсутствуют какие-либо кнопки управления, кроме как кнопки включения, то есть в случае разряда батарейки и их отсутствия, то придется как-то бежать за батарейками Ну а сбоку со стороны линзы находится вентилятор, который захватывает холодный воздух, пропуская его через 7 модулей, охлаждая их и выпуская через вот эту решетку радиатора Перед вентилятором находится съемный фильтр, которым можно в случае чего отряхнуть, промочить в воде, высушить и поставить обратно В целом охлаждение справляется на ура, по корпусу обычная средняя температура, а вот на выдаве теплого воздуха, который является самым горячим местом у проектора, максимум поднялась до 47 градусов, что гораздо ниже средней нормы Ну таких вот подобных проекторов на 1LCD матрице Но вот тихой работы охлаждения, к сожалению, не назвать, в упор порядка 65 дБ, то есть рядом с кроватью на своей головой, ну не особо комфортно Ну а если на расстоянии где-то в 2 метрах от вас, то вообще нормально А на расстоянии приблизительно в метре от проектора уровень шума составляет порядка 47 дБ Для понимания, при выключенном проекторе уровень шума составляет где-то 36,6 Ну то есть такой вот средний вариант не самого тихого проектора По интерфейсу один порт HDMI, которым можно подключить, предположим, игровые консоли, компьютеры и тому подобное Можно подключить USB флешку и даже SD-карту памяти, на которой будут ваши любимые фильмы Ну или даже фотографии, потому что на SD часто бывают фотографии Ну а далее порт AUX 3,5 и еще один ИК-приемник для дистанционного пульта управления Под этим всем находится 3-х ваттный динамик Звук из него идет вполне чисто, но назвать его прям громким сложно Также на расстоянии в метре от проектора, на тестируемой музыке, которая присутствует в каждом видео, звук поднимался до 84 дБ Ну и снизу сбоку находится разъем для питания На дне проектора 4 съемных ножки, обеспечивающие хорошее сцепление с поверхностью, которое можно снять и в принципе прикрепить их к кронштейну Есть еще винтовое отверстие под так называемую ножку кейса, но к сожалению в комплекте ее что-то не нашел, ну или где-то потерял, не знаю Из светодиодов светится только одна вот эта кнопка включения, или красным, или синим Яркость проектора приблизительно отвечает заявленной Для понимания день, правда солнце не в лоб, и тем не менее открытые шторы 100 дюймовый экран В принципе, если даже в комнате выше освещенность, какие-то яркие мультики или яркие сцены фильмов, вот эту природу, можно спокойно смотреть Темные сцены в фильмах, конечно же, уже попросят сделать потемнее У проектора платформная версия Android 9 серии К интернету по Wi-Fi подключился легко и просто Также для удобства сразу же рекомендую зайти в настройки языка и выбрать тот самый, который вам больше всего подходит, в моем случае, естественно, это русский В настройках Android особо ничего полезного нет, ну можно, конечно, настроить клавиатуру там по-своему При появлении обновления можно обновить, добавить какую-нибудь акустику, либо какие-нибудь беспроводные клавиатуры по Bluetooth Есть переключения по разным источникам, ну в данном случае здесь по сути только один HDMI, потому что флешки будут отдельно высвечиваться сверху В настройках отображения трапеции мы, во-первых, выбираем направление, то есть если мы будем вешать проектор на потолке, либо на экран, изображение можно от зеркалить или повернуть Удобное, что есть так называемый удобный кейс, на который позволяет управлять в плоскостях практически каждым углом Таким образом, проектор можно располагать даже немного сбоку от экрана Есть и вот такого варианта тоже доработки Ну и если вдруг проекция не помещается на экран, ее можно уменьшить практически в два раза При желании вот эти обои можно поменять на другие, но это уже мелочи У проектора есть предустановленные разные приложения для просмотра, а также можно в специальном маркете абсолютно даром скачать разные игры, приложения, онлайн-ТВ, сериалы, разные передачи YouTube, естественно, по умолчанию уже есть, можете включить канал Alligid и наслаждаться видео Подключенный к Wi-Fi, Android работает достаточно шустро, даже не хочется никаких TV-боксов, все быстро открывается Сейчас посмотрим, насколько быстро прогружается Специально с вами говорю, вот видите, прям кликнул и все, и уже сразу же Так, сразу же тоже посмотрим, в каком разрешении видео открылось по умолчанию Это прям первое включение Бывает, что в SD нет, в Full HD открылось Естественно, даже выбора нет в 2 и 4К Ну, проектора не заявлено, вот в Full HD сразу же открылось вообще без вопросов Сейчас пока с вами говорю, вот нажал Сколько? Раз, два, три Ну, три секунды, да, вот прогружается Но прогружается вообще в изумительном качестве, друзья Друзья, картинка вообще просто изумительная Посмотрите, какая детализация Понятное дело, здесь снятое видео с высоким разрешением С глубиной резкости И вот, не знаю, на этих птичках, похожего вот этого на воробья У него прям каждые мелкие детальки видны Белочка, посмотрите, какая замечательная Кстати, друзья, у этого проектора мне очень нравится сама глубина цветов И в целом, вот, коэффициент контрастности, он сравним в ZAT-C3, наверное, где-то на этом уровне Однако цвета мне больше нравится, как откалиброванный Зеленый, красный, просто потрясающе Посмотрите, какая детализация Даже какую-то мелкую мошку иногда видно Но, к сожалению, камера это не может запечатлеть никак Потому что снимаем все-таки яркий свет на проекции И все иначе Когда зрением смотрите своим обычным Это небо и земля, то, что, как вы видите сейчас на камеру Что ж, друзья, тестовое видео, на котором я проверяю все проекторы Первый слайд мне очень нравится Вообще, вот, ну, вижу, что идеально настроен баланс белого То есть под соотношением холодного-горячего Очень такой реалистичный Тот, который должен быть серый цвет К детализации вообще вопросов нет Настоящее Full HD разрешение Весь вот этот мелкий штрих отлично виден Вот этот самый верхний, как по горизонтали, так и самый мелкий по вертикали Вообще супер Классическая таблица, потрясающе выглядит Красный цвет Это уже могу отметить Ну и вот так называемый тест скинтона То есть цвета кожи этнических разных девушек Вообще тоже бесподобен Мне очень нравится, как этот проектор передает Разные полутона вот этих всех цветов, оттенков Посмотрите, как здорово выглядит белокожая девушка Она действительно не бледная, не розовая, не холодная У нее теплый цвет кожи Есть и румянец, зеленый цвет Глаз классно выражен Смуглая девушка, потрясающе плавненько Все хорошо Азиатка тоже отличается, посмотрите как Да, у нее такой более особенный Здесь вот желтоватый цвет оттенки кожи Розовый румянец, все здорово И у темнокожей девушки, обратите внимание Здесь видны, ну на видео не факт, что видно будет В темных участках кадра видны вот волосы И как плавно опять же оттенки черного переходят Как раз сейчас посмотрим, как этот проектор может передать оттенки черного Ну, кстати, результат, конечно, не стопроцентный Но где-то 90, наверное, могу ему отдать Все цвета хорошо видны Даже в восьмой вот, ну на грани он виден Не знаю, камера запечатлит или нет Вот его граница, вот он И отличается он Самое главное, мне нравится, что цвета не просто одного цвета И они отличаются от фона Они здесь плавненько, плавненько, плавненько Становятся темнее И четвертый уже сливается с нулевым Ну, так вот, скажем, 90% наверное пройден Но именно даже 95% бы сказал Из-за того, как он показывает эти цвета Белые тоже самое А, нет, белые вообще на 100% Вообще идеально Посмотрите, как плавненько они переходят И вот 251-й отличается Вот его граница идет Отличается от 255-го Супер результат Здесь вот, ого, в полутонах даже вот Вырисовываются квадраты Смотрите, и на белом тоже Вот этот тест, кстати, очень показательный Насколько проектор хорошо себя ведет В каких-то динамических сценах И в том числе в играх То есть, когда бывают какие-то быстрые Вот эти сюжеты сменяемые И некоторые проекторы Знаете, вот, или даже экраны Разбиваются на вот эти пиксели Бывают вот эти дропы Некий джорд эффект На артефакт разбивается И когда вот картинка именно вот такая Вот вся нестабильная Сейчас вот обычным зрением я смотрю На камеру иногда что-то подвергается Но обычным я смотрю Картинка полностью стабильная Скорее всего, в каких-то динамических сценах И в играх проектор себя ведет хорошо Кстати, про игры сейчас тоже протестируем. По FPS в HD бывают небольшие пролёты, а иногда стрелка вообще в идеале в стабильности. По задержке показывают далеко не игровые результаты, свыше 120-130 миллисекунд. При этом даже в каких-то активных играх, ну не особо так вот, чтобы дискомфортно. В принципе, спокойно можно играть, но, конечно, игровым этот проектор назвать сложно. Но я особо не игрулька, поэтому мне вполне понравилось и очень, конечно, погружает вот эта вся атмосфера. Я заметил, что проектор достаточно ярко показывает игры, потому что на других проекторах, когда, к примеру, заходишь вот в такие вот полутёмные помещения, тут вообще иногда ничего не видно под носом, а здесь вот так вот всё даже ярче, чем у меня на мониторе. Вот о чём я говорил, то, что в тёмных участках кадра мы видим вот те самые детали, даже самые мелкие и очень отчётливо. Вот, к примеру, прошлый проектор, который я недавно обозревал, здесь вот эти детали видно не было, здесь вот вообще всё. То есть в каких-то тёмных сценах фильмов, каких-то там фильмах ужасов или просто где-то там в пещере вы увидите те самые детали, которые бы увидели на хорошем качественном мониторе. С этим сложным кадром тоже всё отлично, потому что у многих проекторов, кто плохо передаёт белые оттенки, у них здесь просто выжженное белое пятно без фактуры. Здесь же, так как проектор хорошо поддерживает все оттенки, он подчёркивает все вот эти вот, все вот эти поры, фактуры кожи, и вообще отсутствует какой-либо засвета, действительно изображение полноценное, информативное. Брови хорошо видно, реснички, ну и, конечно, детализация, вот этот мелкий пушок на носу, потрясающе. Хорошая глубина чёрного этого проектора, вообще редкость, но она действительно так. Посмотрите, какой чёрный глубокий, прям такой мощный. Очень показательный тест, насколько проектор передаёт не только белые и чёрные оттенки. Вот видите, здесь вот кружок отличается, центр кружка от вот этого основного, да. Вот видите, как здорово. И белый, и чёрный передаёт. То же самое касается и остальных цветов. Здесь очень хорошо, показательный. Обратите внимание, жёлтый цвет потрясающий, бирюзовый цвет вообще отлично. Зелёный основной цвет RGB, да, вот этой вот системы. Супер. Вот этот сложный цвет, который далеко не у всех проекторов, отличнейший, просто круто. Красный, вообще один из самых лучших красных цветов среди всех проекторов, которые я тестировал. Ну, помимо, знаете, вот этих вот, которые там уже от 45, 50, 70 тысяч, вот плюс, да, вот скажем, по цене. Вообще потрясно. Синий тоже тест пройден, я считаю, что на все 105% вообще шикарно. По геометрии, что белым на чёрном, что чёрным по белому. Все углы, все в резкости. Единственное, что вот здесь вот, чуть-чуть сами края вот здесь вот подрезаны. Ну, они вообще малозначимы, потому что картинка, как правило, если мы смотрим видео. Да, я даже рабочий экран тестировал, вообще всё целиком помещается. Это именно на вот этом широком тесте. Чуть-чуть края обрезаны. Но самое главное, всё в резкости. Самое главное, отсутствует радужная оболочка. Ну, вот эта подсветка, да, вот этих всех моментов. Всё в резкости, все углы, ничего не мылится, всё как надо. К читаемости шрифтов, друзья, вообще отсутствуют какие-либо вопросы. Шестой очень, очень, вообще досконально читается. Четвёртый, ну, конечно, наверное, нет. Ну, можно прочесть, потому что знаешь, что там за буквы. Ну, цифры видно. Хотя, если шрифт будет дальний, расположен друг от друга буквы, то тоже будет хорошо читаться. Что касается чёрным по белому, то и же самое и белым по чёрному. Супер подходит для любых презентаций. Хотя, не думаю, что кто-то пользуется вообще шристым шрифтом. Как правило, это какие-то там 14-16. Но здесь даже шестой, ребят. Детализация отличная, позволяющая пользоваться этим проектором даже как рабочим столом вашего компьютера. Тестовое видео в 4К разрешении. Правда, сейчас конвертировано в Full HD. Очень его хорошо знаю, просто как облуплено. Сейчас будет классическое RGB, причём в фактуре ткани. Посмотрим, как проектор себя в этом варианте показывает. 60 FPS. Отлично. Я здесь давно уже не стоял на паузу, но мне хочется поставить на паузу, ребята. Посмотрите, какой красный цвет. Я уже давно на проекторах такой ценовой категории на 1LCD и такого вообще не видел. Это просто шедеврально. Синий потрясно, красный. Причём у неё видна как горизонтальная фактура, так и вертикальная кое-где. Какие-то мелкие по маркости видно. Зелёному вообще вопросов нет. Это потрясающе, друзья. Вот, конечно, BBC умеет делать, умеет хорошо калибровать. Посмотрите, какие розы. Вот именно так должен выглядеть вот этот вот розовый цвет от роз. Клубника какая, аж слюна потекла. Насколько она аппетитная. Ворсинки видно на клубничке, друзья. Супер вообще. Жёлтый, посмотрите, какой такой приятный, насыщенный. Салатовый, очень классный цвет. Синий такой прям глубокий. Сейчас после синей стены будет вот этот рынок прилавок с перцами. И посмотрим. Очень сложная картинка. Все проекторы по-разному показывают. На паузу тоже ставлю. Друзья, это практически 100% результат. Ну, сложно сказать, когда вообще это 100%, потому что все по-разному, по-чуть, по-другому показывают. Но здесь и тёмные границы хорошо видны в контрасте, в резкости. И светлые хорошо мягенько видны. Супер. Посмотрите, во-первых, какой перец, какой он аппетитный. Я не особо люблю такой вот цвет болгарский перец, да. Но здесь мне его прям хочется попробовать. Какая насыщенная зелень. Она как бы и в контрасте, то есть она в пределах нормальной пасмурности вообще. Ну вот в движении эта картинка, на самом деле, план на паузу поставил. Сейчас с очень высоким битрейтом. Здесь очень много мелких деталей. Листва деревьев, движения людей, вот это всё-всё, вся картинка движется. И автобус ехал, ну, чуть-чуть вот я заметил прерывистость. Вот прямо чуть-чуть. Но это, опять же, своим взглядом, потому что уже, так скажем, натренированный. Вот. Ну, картинка, на самом деле, не знаю, до этого я смотрел. Вот видите, здесь, в принципе, плавненько. Хотя здесь всё в движении, всё листва. В принципе, нормально. Опять же, картинка 60 фпс, 50 герц, не знаю, как будет. Ещё раз повторюсь, очень нравится баланс белого. Он здесь приятный. Он здесь не слишком холодный, не слишком тёплый. Он такой, какой должен быть. Вот он, пожалуйста, ледник такой серый, уже старый, да. Снег беленький. Сейчас посмотрим на пингвинчика вблизи. Посмотрим, как его пух, вот этот вот пушок, отличается от снега. Посмотрите, да, пингвинчик более тёплый, снег более холодный. Всё на контрасте. Вот сейчас вот здесь посмотрим, у него пушок отличается. Да, хорошо отличается от заднего фона. И вот эти видео очень показательны, потому что это практически чёрно-белое кино. Это насколько проектор может передать живую картинку за счёт просто оттенков. И теперь, ребятки, важный момент. Это цена. На данный момент она составляет около 13,5 тысяч рублей. Обязательно найдутся какие-то странные типы из других стран, которые будут писать, что другая цена. Причём не указывая то, что они не из России. И будут писать такой бред, что вот, выпустил видео, и сразу цены подорожали. Это вот прям, как говорится, гадалки. Не ходи, каждое видео найдутся такие фейки. И тем не менее, цена очень даже привлекательная. Причём проектор есть на складе России, значит, с быстрой доставкой буквально за 3-4 дня, а то и, ну, максимум 5 до регионов. Идеальных проекторов не бывает, тем более в этой ценовой категории. Некоторые просят, чтобы вот прям подчёркал минусы, хотя и так в видео об этом всём говорил. Это не самый тихий проектор по охлаждению, приблизительно такой же, как в задке C3. Опять же, если он у вас висит где-то там за 2-3 метра от вас, то вы особо не будете вообще напрягаться, даже при низком уровне громкости звука. Отсутствие кнопок на корпусе тоже можно привести в минус. Хотя лично мне они особо не нужны, ну, кроме как кнопки включения. Ну и, наверное, игровым этот проектор тоже сложно назвать, но, в принципе, также по уровню где-то с C3. Зато из плюсов это настоящий крутой проектор для фильмов, который супер отображает цвета, то есть он отлично откалиброван, и при этом яркий. В общем, друзья, поделился с вами опытом об этом проекторе. Ссылку на него вы можете найти в описании под этим видео. Поэтому переходите, заказывайте. Товар проверенный, продавец надёжно, смело рекомендую. Ну, а я надеюсь, видео было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх и приятные комментарии будут лучше мотивацией продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и мира в сердце. С вами был Ёж, пока. Субтитры сделал DimaTorzok